Присутствовали на совещании представители отдела ЖКХ, администрации Лобинска, депутаты городского совета, руководство предприятия тепловые сети и председатели комитетов многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Цель заседания – проинформировать граждан об изменениях в законодательстве и довести до сведения информацию о порядке начисления платежей в 2015 году. Не все скрупулезно отслеживают то, что происходит в федеральном и региональном законодательствах. А изменения произошли, скажем так, немаленькие. В частности, было введено ряд законов, какие-то законы были пролонгированы. Вот об этом мы вам сейчас постараемся донести. Почему я считаю данное наше собрание актуальным? Потому что это, прежде всего, напрямую коснется жителей, именно потребителей тепловой энергии. В начале участников совещания познакомились с действующими в этой сфере документами и изменениями, которые произошли в последнее время. Произошли изменения в законодательстве. Мы должны были донести эту информацию для жителей многоквартирных жилых домов. Произошли изменения в нормах потребления по горячей воде, расчет оплаты за отопление при установке общедомовых приборов учета. Рассказали о том, как производится начисление. Почему собрали? Потому что внесены изменения. 17 декабря вышло постановление 13.380 правительства Российской Федерации, которое продлевает срок действия расчета по общедомовым приборам учета до 1 июля 2016 года. По этой категории домов мы расчет производим по среднему количеству тепла за прошлый период и проводим корректировку ежегодную один раз в декабре месяце. У всех присутствующих на совещании домкомов была возможность узнать конкретную информацию о потребленной энергии в своем доме. Также исполняющая обязанности руководителя предприятия тепловые сети разъяснила схему, по которой насчитывается плата за тепло. Что такое общедомовый прибор учета? Это совокупность средств измерения приборов, которые находятся в подвале, в помещении многоквартирного жилого дома. Прибор считает количество тепла, затраченное на нагрев всех квартир. Исходя из этих показаний, производится расчет. Но расчет производится по итогам прошлого года. Берется среднее количество тепла на 1 метр квадратный в отопительный месяц. Производится расчет. В течение года суммируются показания общедомового прибора учета. И в конце года сравниваются те показания, которые начислены, и те показания, которые сложились фактически за весь год. Производится сумма либо до начисления, либо снятия. В каждой квартире. Кроме этого, населению объяснили, что в настоящее время более выгодно устанавливать и пользоваться общедомовыми приборами учета. Существует 261 закон, закон об энергосбережении. Этот закон давно говорит нам о том, что все объекты подлежат приборному учету. Приборный учет показывает фактическое потребление тепла. С января месяца вводятся повышающие коэффициенты к нормативу потребления на отопление. То есть возрастет услуга стоимости отопления. Поэтому все-таки, наверное, целесообразно жителям квартирных жилых домов рассмотреть вопрос об установлении общедомовых приборов учета. Я сегодня как бы подвела анализ, я просмотрела несколько домов, рассмотрела показания, те, которые показывают прибор учета, и те начисления, которые мы произвели в целых счетах, и как выглядел бы этот дом, если бы категория этих граждан платила по нормативу. И видно было явная выгода. За дополнительной информацией по интересующим вопросам любой желающий может обратиться на предприятие «Тепловые сети». Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».